Народ, привет! На нас напала зима сегодня. Я нахожусь в центре Краснодара. Смотрите, что творится. Минус 2 градуса и мороз. Ну, естественно, мне уверяли, что в России только одни жигули ездят по дорогам. Нормальных машин нет. Ну, посмотрите, сколько снега. Ой, он такой еще мокренький. Классно для этих грузовичков. Это тоже, наверное, жигули, да? Вот. Обалдеть, что творится. Ночью всю ночь шел снег. Я даже не ожидала. Вроде тепло было так. Это вот старое здание цирка, которое будут ремонтировать. Это мое здание. Вот это тут кафешка есть, хлебная корзина, в которой я покупаю себе еду. Что я, в принципе, сейчас и иду делать. Забрать заказ. Вот. Я так обленилась здесь, что, ребята, вообще не готовлю ничего. Хожу, покупаю себе еду. Вот тут всякий классный магазинчик. Пальто. Российские. Вот. И классное шерстяное пальто. Такое со стриженной шерсти. 11 тысяч рублей. Ну, это больше чуть-чуть 100 долларов. На самом деле, очень классное тасокачество. Длинные такие пальто. Здесь они, кстати, очень модно. Так, по мне, то, что в США. Здесь люди любят одеваться стильно. И очень красивые пальто носят. Знаете, у меня горе какое. Здесь они открыли вот этот магазинчик. Раковые. Центральная раковая. Не магазинчик, извините. Ресторанчик. Это старинные здания еще, которые дореволюционные. Вот так все это красиво, нарядно выглядит. И вот это раковая, центральная этот ресторанчик. И что вы думаете? Теперь стоит запах раков, а я их ненавижу. Вообще не люблю морепродукты. Все, что связано там с всякими мидиями. Ну, со всякими скользкими, ракообразными. Короче, раньше тут можно было спокойно пройти, и никаких проблем не было. Сейчас, когда ты проходишь мимо, то запах стоит вареных раков. Я просто не могу. Наверное, кому-то нравится такой запах. Я просто вообще не переношу такой запах. Вот еще классный магазинчик. Здесь для детей. Очень все стильно. Видите, девочки ходят в пальто. Я вам говорю, здесь пальто очень в моде. Мне это всем нравится. Стильно очень, красиво. Много снега. Вот. И по льду очень классно как бы в тему ходят. Кстати, хочу вам сказать, что я на днях собираюсь пойти сделать видео в китайском представительстве. То есть есть китайские магазины, деларшипы, да, или представительства автомобилей. И я хочу снять видео, какие здесь китайские автомобили. Народ в России, вы, наверное, удивитесь, но в Америке люди вообще не знают, что есть автомобили китайские. То есть их на рынке США нет. Я, честно говоря, была просто поражена, когда я узнала, что есть китайские автомобили. Они существуют, и они такие классные. И на них полно народу ездят. То есть по цене, скажу, тоже, кстати, в принципе, ну, недорого, наверное, по сравнению с другими иномарками, потому что от 26 тысяч долларов и выше, в зависимости от модели, вообще в России, как бы, автомобили дороже, чем в США. Ну, по разным, наверное, причинам, включая всякие там налоги на экспорт и дороговизна их сюда доставки. Вот. Ну, то, что, как бы, вообще существуют китайские автомобили, на них люди ездят, я об этом не знала. Я узнала об этом только в Краснодаре. И то через три месяца, наверное, я начала обращать на них внимание, что какие-то интересные машины с такими интересными фарами. И выяснилось, что это китайцы. Так что ждите. Я сгоняю в представительство китайских автомобилей. У нас тут недалеко есть. И сделаю оттуда репортаж. Вот. В Америке никто... Я вам смеюсь, если я не знала, что есть китайские автомобили, то никто не знает, что есть китайские автомобили.